Простой цветочек крючком. Такие цветочки я использую, например, для декорирования осьминожек. Они вяжутся не по кругу, поэтому будут очень простые в исполнении даже для новичков. Количество лепестков будет зависеть от количества воздушных петель. Я сделаю шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зафиксировала пальчиком шестую петлю две воздушные петли подъема. Далее делаю накид, придерживаю его и вяжу столбик с накидом в мою шестую петлю воздушной цепочки. Напомню, я ее держу большим пальчиком. Еще разочек в эту же петлю в столбик с накидом. И третий разочек в эту же петлю. Две воздушные петли и закрепительный столбик в эту же петлю. То есть мы просто протянули рабочую нить и протаскиваем ее через последнюю петлю. Подтянули. Две воздушных петли. Приступаем к вязанию второго лепесточка. Накид. И вяжем столбик с накидом в следующую петлю. Еще разочек. И третий раз. Две воздушные петли. Соединительная петля. Две воздушных петли. Накид. Следующую петлю. Три столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Две воздушных петли. Соединительная петля. Две воздушных петли. И так мы повторяем действие с каждой петелькой нашей цепочки. Закрепляем. Нить можно обрезать. Оставляйте нить той длины, которая вам нужна, например, для пришивания цветочка. Не стремитесь ее отрезать слишком коротко. И ни в коем случае не отрезайте нитки прям под цветочек. Потому что иначе он у вас распустится. Завязали. Затянули. Наш цветочек сворачивается самостоятельно. Можно экспериментировать делать большее количество лепестков или большее количество столбиков с накидами. А также делать столбики не с одним накидом, а с двумя. И цветочки получатся в результате разные. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.